Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. В сегодняшнем видео речь пойдет о не о винограде, о том продукте, который чаще всего получают из этой ягоды. Сегодня мы поговорим о вине. В этом видео я открываю целую серию видео про вино. Что будет? Я расскажу, как подбирать сорта, какие параметры важны, что у нас есть. И, собственно, тот процесс приготовления, который мы используем для данного напитка. Итак, начнем, наверное, с самого первого, простого и, казалось бы, элементарного момента. Что такое домашнее вино? Так вот, если мы спросим у большинства людей, я сейчас говорю, например, про свой регион, про Беларусь. Я так подозреваю, что в России тоже средняя полоса. Для большинства домашнее вино, я не беру плодовое вино, сейчас мы говорим о вине виноградном. Когда вы говорите, народ делает домашнее вино. Почему? Для большинства это некий спиртосодержащий напиток. Опять же, почему? Ну, начнем с вопроса номер один. Какое вино, вернее, какой виноград идет на вино? Я, кстати, часто, когда с кем-то общаюсь, мне говорят, а вот этот виноград, он там плохой сорт, он у нас никогда не вызревает, мы пускаем его на вино. Или он годится только на вино. Я буду еще об этом повторяться. Так вот, невызревший виноград годится на все, что угодно, только не на вино. И это первый фактор, почему, когда мы говорим домашнее вино, большинство людей крутит носом. Потому что это некий спиртосодержащий напиток, все, что угодно, но не вино. Для качественного, хорошего вина, оно может быть приготовлено в домашних условиях. Первое и основное, это качественное и хорошее сырье. А для этого виноград должен быть вызревший. Кстати, недозрелый виноград, он используется только для производства шампанского. И впервые я вообще шампанское приготовили как раз таки потому, что был невызревший виноград. Ну, там другие технологии, то есть об этом я не буду рассказывать, мы этого не делаем. Тут есть определенные сложные процессы для выполнения в домашних условиях, большие потери. Поэтому эту тему мы выпускаем. Итак, что же должно, какой сорт винограда должен быть для домашнего вина? Во-первых, вызревший. Все сорта винограда делятся на три группы. Столовые, технические и универсальные. Столовые, это те сорта, которые мы кушаем, про них мы не говорим. Есть сорта технические и универсальные. То есть технические сорта, это те сорта, которые используются для приготовления вин и для приготовления различных соков, джемов. Ну, универсальные, они могут годиться и на то, и на то. Какими качествами обладают? Хороший сахар, аромат. И там должны быть уровни сахара и кислотности. Ну, вот сахар и кислоту я вам не буду рассказывать. Это все довольно сложно. Но эти сорта должны обладать хорошим сахаром и хорошим ароматом. При этом есть еще такой момент, как сока отдача. Тоже я не буду вдаваться в технические подробности. Ну, я считаю, что это ни к чему. Ну, в принципе, если вы когда-нибудь попробуете взять ту же аркадию, мясистая, хрустящая ягода, созданная для того, чтобы ее кушать, чтобы ей хрустеть, и попробовать из нее выдавливать какие-то соки, теоретически можно практически на доле. Еще такой момент, который я заметила для себя, когда я занималась поисками информации для описания всех сортов, которые у нас есть для нашего сайта, я заметила такую вещь. То есть сорта столовые, они могут обладать очень большими эффектными товарными качествами, то есть большие крупные грозди. У сортов технических и универсальных, как правило, грозди небольшие. Небольшие по массе. Мое предположение, что, наверное, не просто так селекционеры это создали. Все-таки для накопления вот тех веществ, которые нам нужны в вине, хороший сахар, хорошие вот эти ароматы, и собрать вот все эти качества, наверное, не совсем можно нарастить такую большую гроздь. Но есть еще один момент. Если почитать про маркировку вин, то какая должна быть правильная маркировка вин, то можно найти такую информацию, то есть качественный производитель должен подавать урожайность гектара. И она не должна превышать определенных показателей. Я не буду сейчас тоже выдаваться в подробности. Ну, то есть мы, наверное, есть еще определенный момент защиты рынка, то есть не должно быть переизбытка. Хотя, если сейчас обратить внимание на то, что продается в магазинах, много продается, если мы берем низкую ценовую категорию, нечто, но только не вино. Сухой винный материал, состав виноградного сусла. Сусла – это, простите, то, что бродит. Ну, ладно, вернемся к тому, значит, сорта. Сладкие, ароматные, специально для этого приспособлены. И они должны в ваших условиях вызревать. Про винные сорта я буду рассказывать в отдельном ролике. Покажу все, что у нас есть. Расскажу, какие ароматы бывают, какой уровень сахара. Ну, вот один из сортов, который я точно знала, в прошлом году замеряли 25% сахара. 25% сахара на выходе может дать 12,5% алкоголя. То есть это абсолютно нормальные показатели. Итак, первое, что нам надо для качественного вина – это хорошее сырье. И дальше я уже буду рассказывать про процессы, которые происходят дальше. То есть все технологии я расскажу. Но добавлю такие вот коротенькие моменты тоже, когда я кому-то говорю, вот я делала домашнее вино, мне еще говорят, а сколько ты сыпешь сахара и льешь воды? Какой сахар? Какая вода? Если у нас хорошее сырье, никакого сахара и никакой воды, оно не требует. Для хорошего качественного вина нам достаточно только виноградный сок. Добавлять ли воду, добавлять ли сахар, иногда такая потребность возникает. Но возникает в минимуме. И в каких случаях тоже я, поскольку мы будем снимать постепенно ролики, я буду об этом рассказывать. Но в основном нам не требуется ничего. Только виноградный сок. И повторюсь, в наших условиях, в условиях Минской области, есть сорта винограда, которые качественно возревают, дают хороший уровень сахара и дают хороший качественный продукт. Еще одно заблуждение по поводу домашнего вина, это... А ты его чем-то закрепляешь? Чем его закреплять? Оно нормально выбраживает. Оно дает 12% сахара, ой, алкоголя. И этого вполне достаточно. Более того, несколько лет уже мы делаем домашние вина. И я вам скажу, что в промышленности для сохранения домашней... Домашняя, говорю, в промышленности для сохранения вина, кстати, это вы можете увидеть на этикетках, добавляют серу. По-моему, оксид. Добавляют серу для сохранения. Так вот, домашнее вино, мое домашнее вино, год вполне хранится без всякой серы, без всяких закреплений и без всего прочего. Все, что надо, это полная емкость. И все, ну, тоже не под горлышко, там остается маленькое воздушное пространство. Пока что я еще не стала ни под корковые пробки, ну, винтовая там от какой-то бутылки осталась, закрутили, этого вполне достаточно, и как минимум год вино хранится. То есть хороший, качественный продукт, тоже ему особо ничего не требуется. Но, конечно, в дальнейшем мы будем смотреть, как это будет храниться, как оно будет уже, если под корковую пробку ставить. Но обо всем буду вам рассказывать. То есть сегодня я вам рассказала, самое минимум, каким должен быть этот продукт и что для этого нужно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, в дальнейшем я вам расскажу и покажу все процессы, которые нам необходимы для того, чтобы получить хороший и качественный продукт под названием вино. До новых встреч, пока! Пока!